МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Совет моего дома». В этом году в областной столице благоустроили 56 дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы были выполнены во всех районах города, причем каждый двор был обновлен по собственному проекту. Где-то это был ремонт проездов и тротуаров. На многих территориях установились спортивные и игровые комплексы. Также в списке работ было озеленение и установка скамейк. Ну и, безусловно, такие работы прошли и в Самарском районе. О том, как живет и развивается Самарский район, я говорю с моими гостями в студии. Роман Александрович Радюков, глава Самарского внутригородского района городского округа Самара, и Владимир Константинович Овсянников, старший по дому номер 61А по улице Степана Разина. Здравствуйте, уважаемые гости! Добрый день! Ну что же, тема заявлена. Давайте приступим к диалогу. Роман Александрович, первый вопрос к вам. Расскажите, что было сделано в этом году, а в частности, какие виды работ включали благоустройство той или иной дворовой территории многоквартирных жилых домов? В рамках формирования комфортной городской среды сделано пять дворов этим летом. Это адреса Венск, 72, Самарский, 51, Молодогвардейская, 38, Чапаевская, 112 и Ленинская, дом 22. Все работы завершены. В рамках проведения работ устанавливались и лавочки, как вы сказали, и озеленение. Устанавливались детские игровые площадки, устанавливались вазоны с цветами. И сейчас, повторюсь, работы завершены, все жители остались довольны. Ну, то есть можно сказать, что вот эти все территории пространства получили совершенно новый, яркий, красочный облик? Да, безусловно, они получили новый облик. И, что очень важно, все это сделано с непосредственным участием жителей. И жители на этапе формирования дизайн-проектов принимали активное участие и подсказывали, как будет удобнее им. И я думаю, что мы с этой задачей справились и сделали все так, как хотели жители. А вот сейчас как раз спросим у жителей, действительно ли все так сложилось? Расскажите, пожалуйста, о доме, в котором вы проживаете. Ну и, конечно, как началась ваша управленческая деятельность, вы старший по дому, напомню. Ну, если начинать сначала управленческой деятельности, то она началась, наверное, с того момента, когда подошла точка кипения с решением тех проблем, которые имеются, наверное, в каждом дворе, в каждом доме. Работы по благоустройству территории нашего двора не проводились на протяжении десятков лет. Ну, то есть, по моему жизненному, не проводились там никогда в советских времен. Поскольку я в силу своей деятельности был знаком с этими программами, а, кроме того, наш управляющий микрорайоном сам приходил к нам, работал с жителями, досконально рассказывал об этой программе, мы решили принять в ней участие. Я прошу прощения, вы сейчас говорите о программе формирования комфортной городской среды. Да, да. А перед этим, значит, поскольку у нас были проблемы такие же, наверное, как у всех жителей с управляющими компаниями, потому что в основном Самарский район управляет с управляющими компаниями, и любой житель вам скажет, что отношения складываются непросто с ними, да. Вот мы решили организоваться, и поскольку наши дома в Самарском районе в основном небольшие, то вот мы выбрали такую форму управления, как старшие по дому. Она не имеет, конечно, какой-то большой юридической силы, но зато дает возможности представлять интересы всех жителей каким-то вот одним разом. То есть человек, который может составить какой-то проект, какое-то заявление, какое-то обращение от всех жителей, оно более продвинутое, чем если будет выдвигать каждый в отдельности. Вот как бы так. От этого началось. Хорошо, спасибо. Мы обязательно продолжим о вашем, я так понимаю, все-таки положительном опыте. Роман Александрович, такой вопрос. Хочется поговорить о губернаторском проекте содействия. Вот как вы оцениваете эффективность работы этой программы, если мы говорим, конечно, о Самарском районе, и скажите, что было сделано в рамках этого проекта? Ну, если говорить о губернаторском проекте содействия, с самого его начала нами уже реализовано четыре проекта. Сначала в течение двух лет реализовали проект в сквере Высоцкого. Сначала поставили амфитеатр со сцены, потом на следующий год продолжили и поменяли детскую игровую площадку. Следующим этапом сделали около детского сада 144, по Максиму Горького 107, благоустроили детскую площадку, о чем нас просили. И родители воспитанников, и заведующие детсадом, и воспитатели. И с учетом того, что Максим Горького, это у нас набережная, да, такая территория видовая, мы преобразили, и уже вот второй год детки с удовольствием там отдыхают, проводят свое время в течение того момента, когда они пребывают в детском садике. В этом году мы реализовали два проекта. Это по Некрасовской 25 поставили такую серьезную спортивную площадку, плюс игровую зону, и на Самарской 70 по желанию жителей модернизировали парковочные места, и тоже получилось очень достойно. Вот, если говорить о следующем, в 2023 годе, да, потому что подготовка идет сейчас, да, и нам необходимо до 1 ноября уже сформировать пакеты документов, сейчас мы работаем над двумя также проектами. Я надеюсь, что они оба найдут одобрение и у жителей, и, соответственно, мы победим в рамках конкурса, и в следующем году тоже их реализуем. Ну что же, в продолжение вот как раз вашего ответа, еще одной обновленной и благоустроенной территории больше стало в Самарском районе. Но в Некрасовском изыграла территория на улице Некрасовская 25, вот как и предполагает проект Содействия, это обустройство детской игровой и спортивных площадок по улице Некрасовской, дом 25 и 25А. Созданы с учетом мнений жителей, сами работы также велись под их строгим наблюдением. Подробнее в нашем следующем сюжете. Содействие в действии. Еще одной новой детской и спортивной площадкой стало больше в Самарском районе Самары. Теперь здесь есть все для веселого, времяпровождения детей, антитравматическое покрытие соответствует всем нормам безопасности. А для комфортного отдыха здесь разместили скамейки, урны и ограждения. В итоге площадка получилась яркая, живая, интересная. Самое главное – это желание. Если даже жители придут к нам в отдел ЖКХ, либо обратятся к управляющим микроорганам с этой идеей, и хотя бы первоначально на листочке нарисуют карандашиком, что они хотят получить в своем дворе, дальше уже будем совместно разрабатывать, реализовывать и придем к финишу, вот к такому красивому двору. Самое главное – это желание жителей. Дизайн-проект создавался при непосредственном участии жителей. Были обсуждения, размышления, даже споры. Какие-то моменты попросили скорректировать специалистов районной администрации. В итоге получили результат, которым жители довольны. И на своем примере убедились, что губернаторский проект «Содействие» действительно работает. С момента подачи заявки до завершения работы прошло три месяца. Это четвертая площадка в Самарском районе, выполненная по проекту «Содействие». Всем двором собрались и решили, что необходимо менять, делать новую. Подали заявку в администрацию района, рассмотрели заявку, приняли, начали делать. Я бы советовал другим жителям других дворов участвовать в программе реконструкции дворов. Это хорошо для детей, для самих жителей. Это нужно, это необходимо. Пусть не боятся, обращаются. Это будет все сделано. Площадка по адресу Некрасовская, 25, еще один положительный пример реализации общественной инициативы. Новое пространство для детей появилось здесь благодаря активности жителей. Площадка очень важна, потому что наши дети после занятий приходят сюда с родителями, либо с педагогами, которые за ними присматривают в качестве тьютеров, и гуляют на этой площадке. Для нас в настоящей кладезь появилась вот такая прекрасная площадка во дворе, где мы можем выходить и заниматься спортом. Многие мечтают о благоустройстве своего двора, улицы или сквера. Но ведь можно не только мечтать, но и действовать, подав заявку на участие в губернаторском проекте содействия. Программа поддержки инициатив населения рассчитана на 2017-2025 годы. Если предложенное вами в идее выиграет в конкурсе, областное правительство поможет воплотить задуманное в жизнь. Такой возможностью уже воспользовались сотни самарцев. Благодаря проекту в городе появляются современные игровые зоны, места отдыха и даже площадки для выголособак. Ну что же, продолжаем разговор. И у меня вопрос к вам, Владимир Константинович. Вы сказали, что начало было достаточно таким проблематичным работой, было очень много проблем, с которыми вы сталкивались. Расскажите, что удалось сделать за это время, когда вы заняли эту должность старшего по дому, и как у вас складывались отношения с жильцами? Вот это, наверное, самое главное отношение, когда работаешь напрямую с жителями дома. Ну, так же, как и в любом, наверное, дворе, в любом доме, однозначного отношения людей к любому вопросу его нет. Сколько людей, столько им нет. Совершенно верно. Так оно всегда было, так оно и есть. Значит, ну, то есть сложности всегда. Они были, есть и будут, потому что, что бы мы ни делали, значит, кто-то какой-то работой доволен, кого-то это не устраивает. Любой цветочек, посаженный, значит, так сказать, даже в газоне, и то кого-то удовлетворяет, кого-то нет. То есть, поэтому проблемы, они всегда, ну, как в любом деле, есть и будут. Тут ничего страшного нет. Ну, у нас основная проблема была сначала даже не по благоустройству двора, а по ремонту инженерных коммуникаций. Мы долгое время пытались, чтобы нам произвели ремонт наших инженерных коммуникаций, потому что дом старый, как и в основном жилье в Самарском районе, и у нас, ну, как бы были сложности. Вот мы на этой почве в основном и объединились. То есть программа, вот, благоприятная среда, содействие, мы как бы к ним позже подошли. То есть у нас были проблемы такие более насущные, непосредственно нашего дома. Вот, и на этой почве мы объединились, подали заявление, подали в суд, и благодаря вот содействию администрации мы начали работать, благодаря работе с прокуратурой нашего района мы это выиграли. Значит, в настоящий момент судебное решение вынесено в нашу пользу, и мы надеемся, что те работы, которые не были проведены своевременно, будут выполнены в ближайшее время. То есть вот как бы отсюда мы начали. Подводя вот небольшой итог, вышесказанному вами, наверное, стоит сказать, что все-таки дорогу осилит идущий. Ну да, само ничего не придет. Вы знаете, так сказать, такого никогда не было. Ждать этого не надо. Роман Александрович, ремонт дворовых подъездов, тротуаров и также тема ЖКХ, немаловажная для комфортного проживания жителей района. Я прошу вас рассказать об этом. Конечно же, благоустройство в любом своем проявлении – это самое основное, что жители ждут от нас. И в первую очередь используют эти вот программы, как формирование комфортной городской среды, губернаторского проекта «Содействие». Также у нас есть проект «Твой конструктор двора». Это такой более, так скажем, местный проект благоустройства, но тем не менее он пользуется популярностью у жителей. Вот как раз-таки на Чапаевской 61 в этом году реализовали тоже проект по проекту «Твой конструктор двора». Это действительно очень важно и нужно. Плюс к тому мы асфальтируем внутриквартальные проезды, асфальтируем дворовые территории. И при выборе территории мы подходим, нашим самым главным таким принципом является комплексное развитие. То есть если, допустим, мы понимаем, что в этом доме мы будем реализовывать проект по КГСу, либо по «Твоему конструктору двора», будет тоже содействие, да, и там нет асфальта, мы в первую очередь укладываем асфальт, и потом уже реализуем тот или иной проект, чтобы на выходе получался уже двор, ну так скажем, сделанный под ключ, да, и жители оставались полностью довольными, то есть уже во дворе практически ничего не нужно было делать, чтобы не растягивать это на долгие годы, потому что поставили детскую площадку, да, а вокруг нее грязь, ну такого быть не должно. Если пришли во двор, значит, нужно сделать все от начала и до конца. Есть ли примеры адреса, где были проведены такие виды работ, вот как вы сказали, под ключ? Ну вот, например, опять-таки, Чапаевская 61, мы сделали в этом году и асфальтировку двора, причем площадь двора немаленькая, и провели работу по проекту «Твой конструктор двора». По Некрасской 25, тот адрес, о котором мы упоминали, там также сделали асфальтировку, кроме, соответственно, проекта содействия. Ну и, собственно говоря, наверное, 80% дворов мы делаем именно так. Просто есть проект, когда уже асфальт есть, мы просто заходим на те или иные работы по благоустройству. А если асфальта нет, асфальт – это, так скажем, первостепенно. Можно ли сказать, что благодаря вот этим программам, о которых мы сегодня говорим, Самарский район действительно преображается? Конечно. Я думаю, это лучше спросить у жителей. Но, по моему мнению, да, он преображается, преображается в лучшую сторону. Конечно, хотелось бы сделать больше, шире, но делаем все, что в рамках наших возможностей, и работать продолжим, конечно же, и в будущее время. Ваше мнение на этот счет? Территория нашего двора, она сразу преобразилась. То есть поставлены бордерные камни, полностью заасфальтированы, причем не только наш двор, но и соседний двор соседнего дома. То есть территория благоустроена, ну, достаточно приличная. Не бы земля того, что было, того, что есть. Но, с другой стороны, я могу сказать, что да, вот наши дворы сделаны, в Самарском районе, конечно, еще огромное количество дворов, где это нет. Есть над чем работать. Ну, я думаю, эта перспектива очень большая. Ну, и хотелось бы дополнить еще, да, что очень важно, когда во время проведения работы жители тоже принимают активное участие, потому что вот как раз-таки по 61-му дому, я отлично знаю, когда и при асфальтировке жители задавали вопросы непосредственно уже подрядчикам, корректировали по месту, что так удобнее, так неудобнее, да. Но когда есть вот этот вот живой диалог, то в итоге получается все намного лучше, чем когда по видению или по мнению подрядчиков это нужно сделать вот так, да, вроде и с проектом, и проекту все соответствует, да, но, тем не менее, жителям не совсем удобно. Когда жители выходят и говорят, что нет, нам сделать все лучше вот так, в эту часть немножко поправьте, то это здорово, и в конце удовлетворены обе стороны. Качество выполняемых работ, конечно, но, наверное, еще это экономит время, когда люди знают, что делают, и когда есть какая-то совершенная определенность. Да, конечно, безусловно. Да, предлагаю перейти к следующей очень важной теме, это проект «Мой дом», инициированный губернатором Дмитрием Азаровым. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, насколько это важный проект, но, конечно, в плане правовой помощи жителям ИТСН, ИТСЖ, ИМКД, вот в решении данных вопросов, если мы говорим в общем о проекте Самарской области? Ну, этот проект действительно очень важен, он уже у нас проходит второй год, семинары проходят с периодичностью, мы раз в две недели собираем старших по домам, разделили их на некоторые группы, чтобы на этих встречах присутствовали, помимо старших по домам, и представители государственной жилищной инспекции, присутствовали и представители управляющей компании, представители фонда капитального ремонта и других сторонних организаций, вопросы у старших по домам, которые могут возникнуть. И помимо такой вот стандартной, так скажем, части, да, когда ознакомительной с этим проектом, после проведения семинара у нас стоят в фойе столы, и каждый старший по дому может подойти к конкретному специалисту, не записываясь там на приемы или как-то, да, а просто подойти к специалисту и задать волнующие, интересующие его вопросы и получить ответы здесь и сейчас. И, конечно же, это плюс при повышении правовой грамотности старших по домам, потому что зачастую, конечно же, старшие работают по наитию, да, ну, понятно, что они руководствуются своим жизненным опытом, но и законодательство меняется, и какие-то правовые нормы постоянно движутся вперед, и чтобы быть в курсе и быть в тренде, эти семинары просто необходимы. Владимир Константинович, вам удалось побывать на семинаре «Мой дом», если да, то что вынесли для себя полезного и, самое главное, донесли ли эту информацию даже? Да, 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 меня пригласили, это было, ну, несколько месяцев тому назад, вот на улице Кубишева, то есть, да, там мы посетили, обвинялись своими мнениями, там были представители, значит, не только Самарского района, но и депутаты наши, они донесли о новых законах, которые у нас сейчас приняты вот в нашем, в нашем городе, в нашей области, это закон о тишине, очень важный, очень важный закон, он касается, как бы, каждого, мы там тоже высказали свои, свое мнение по этому закону, потому что любой закон, он как бы не оттачивался, он имеет все равно свои какие-то нюансы, свои недоработки, его реализация важна, его очень трудно вот в наше время непосредственно внедрить как бы в жизнь, потому что, ну, он связан с такими техническими средствами, тяжелый вопрос, но очень нужный для города и для района, конечно, без застенчивого. Ну, любая программа, которая направлена на то, чтобы улучшить состояние дворовых территорий, общение с жителями, она всегда имеет положительный эффект. Эффективно управлять своим домом. В Самарском районе прошел семинар-тренинг в рамках проекта «Мой дом», инициированного губернатором Дмитрием Азаровым. Председателям МКД, ТСЖ и ЖСК рассказывают о нюансах российского законодательства, принципах работы с управляющими организациями и деталях новых информационных систем. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Екатерина Филимонова не первый раз пришла на семинары-тренинги проекта «Мой дом». В прошлом году она и такие же старшие по домам повысили свою правовую грамотность. Узнали нюансы проведения общедомовых собраний и как формируется плата за содержание дома. Получили комплект документов, которые помогли упростить работу. Теперь Екатерина на новом цикле встреч хочет узнать больше о современной цифровой системе. Хотелось бы про ГИС ЖКХ узнать, потому что сейчас много его используют. Ещё пока опыта нет в общении с этой программой, и какие возможности она даёт, хотелось бы узнать. И в «Закон о тишине» я слышала, что подробнее про него, потому что знаю, что есть такое, но что там конкретно как прописано, я не знаю. Именно об этом и рассказывали на первом в этом году семинаре тренинги в Самарском районе проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». Данный проект был инициирован губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в 2021 году. Список обсуждаемых тем составили с учётом пожелания горожан. В прошлом году, в прошлом летом мы провели шесть таких семинаров. У нас присутствовало более 300 человек. Все получили знания, все очень тепло отзываются. И на самом деле жители и старшие по нам и инициировали. То есть они просили нас о том, чтобы эти семинары были продолжены и наполнены какой-то новой информацией. Всем пришедшим выдают и обновлённую рабочую тетрадь с образцами документов, необходимых в управленческой работе. В завершении встречи обучающиеся смогли получить индивидуальные консультации по интересующим их вопросам непосредственно у профильных специалистов, управляющих компанией и ресурсных организаций. Также в Самаре продолжают работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей Советов МКД, по которому все желающие могут получить консультацию, записаться на обучающий информационно-правовой семинар или оставить обращение. Продолжаем разговор. Следующий также немаловажный вопрос. Вам как главе, как прошла подготовка к отопительному сезону? Всё ли в порядке? Все ли дома получат тепло? Ведь всё-таки мы говорили об этом, что жилищный фонд в Самарском районе всё-таки имеет свою специфику. Ну, к отопительному сезону подготовка завершена. Сейчас в плановом порядке подключается уже жилой фонд, социальная сфера у нас подключена на 100%. На сегодняшний день жил фонд подключен на 65%. Ну, так как у нас погода стоит ещё, в принципе, не сказать, чтобы холодная, да, я думаю, что дискомфорт жители практически не испытывают. Но, тем не менее, мы сейчас вот в последние дни усиленно включаем и жилые дома. Я думаю, что в ближайшем будущем 100% домов будет подключено к отоплению. Видимо, их проблем пока не ожидается, но как бы нельзя говорить наперёд, да, потому что мы сами знаем, что Самарский район, ну, довольно-таки такой старый район с изношенной инфраструктурой, с изношенными сетями, и каждую осень нам какие-то новые сюрпризы подкидывает. Но, тем не менее, и управляющие компании, и предприятия тепловых сетей готовы к устранению всех нештатных ситуаций. Я думаю, что запуск пройдёт у нас без сбоев. И если будут какие-то мелкие шероховатости, мы их устраним в кратчайшее время. Вовремя самое главное, да. Владимир Константинович, вообще взаимодействие жителей и администрации по решению вопросов в общей сфере ЖКХ, если мы сегодня говорим, вот как ведётся работа в этом направлении, если мы говорим всё-таки о вашем личном примере, как вы взаимодействуете с администрацией, возникает проблема, куда звоните, пользуетесь ли соцсетями? Нам повезло, у нас, может быть, повезло больше, чем другим. У нас молодой, новый управляющий микрорайоном. И вопросы, которые у нас возникают, решаются достаточно быстро и легко. По спилу деревьев, по уборке мусора. Значит, ну, вот при проведении этих же работ, в рамках, допустим, мой конструктор, так сказать, да, вот по благоустройству, то есть какие мы замечания свои выдвигаем подрядчикам, мы их выдвигали через управляющий микрорайон, и они все решались. То есть тут как бы от того, вот если люди во власти заинтересованы в этом кровно, то дело идёт, конечно, спорить. А если ещё и жители заинтересованы во комфортном проживании, да? А если жители всегда заинтересованы, другое дело, что они не всегда инициативны. Вот это другое. Заинтересованы это все, каждый же хочет лучше. Ведь, знаете, вот что я могу сказать. У нас сейчас стали хорошие дороги, да, мы едем, и мы их уже не замечаем. То есть это как бы обыденность. Мы проезжаем мимо скверов или парков, заходим в них, там улица Ленинградская, вот на сквер, тоже всё хорошо. Но когда мы приходим, мы возвращаемся домой и уходим оттуда, и снится там ведь трава у дома, да, и вот если там плохо, то как бы плохо везде. А вот если около дома хорошо, то, значит, и везде как бы, ну, эмоции более-менее положительные. Мы и к городу относимся в этом плане лучше. Так что, вы знаете, я ещё хотел бы добавить, вот по той программе, про которую мы выиграли, благоустроили свой двор. Вот для нас это хорошо, да, мы выиграли, провели инициативу. Но огромное количество других дворов, и люди, которые участвовали в этом же конкурсе, не все победили. Не все победили. Вот люди, которые участвуют в каких-то спортивных соревнованиях, образовательных, любых других, они вне зависимости от того, получают ли первое, второе, даже никакого места не получают, они всё равно получают какие-то дивиденды в виде того, что они становятся сильнее, ловче, более образованные. А вот при участии в этой программе, я бы хотел сделать замечание, люди, которые участвуют и ничего не получают, для них это неприятный момент. Мягко сказать, разочарование. Разочарование. Поэтому вот хотелось бы, ну, такое пожелание высказать, что в этой программе все, кто участвует, в какой или иной степени, больше или меньше, должны получать от власти какой-то положительный эффект. Пусть маленькую помощь, но должны получать, чтобы у них разочарования не было, чтобы они на этом основывались и шли дальше вперёд. Иначе, вот, я считаю, другого пути нет. Спасибо вам за ваше мнение. А для этого, я так понимаю, вот, конечно же, ну, нужны какие-то дополнительные финансы и средства на местном уровне. Просто вот из-за того, что есть, они больше денег. Александр Ильич, Велик. Как правильно, Владимир Владимирович сказал, что действительно, если бы бюджет позволял сделать единовременно благоустройство во всех дворах района, конечно, мы бы сделали это. Вот, а если размывать средства, допустим, не в одном дворе, а сделать, а в трёх или в пяти дворах на эти же деньги, то есть эффекта не заметит ни тот двор, который выиграл, ни те остальные дворы. Поэтому есть выигравшие, есть проигравшие, понятно, хотя проигравших тут, в принципе, быть не может, но, тем не менее, это, как я считаю, стимул для жителей идти дальше, участвовать в других программах. Повторю, что мы открыты и всегда рассказываем обо всех программах, которые используются, которые можно реализовать на территории нашего района, да, поэтому нужно не останавливаться, если победу не одержали в этом году, и идти дальше. И думаю, что в следующем году, либо через год, всё равно до каждого двора мы дойдём и по той или иной программе сделаем благоустройство состоит. Ну что же, наше время подошло к концу, я хочу предоставить заключительное слово. Наша программа называется «Совет моего дома». Что бы вы посоветовали своему дому? Ну, значит, мы в настоящий момент решили участвовать в дальнейших программах по благоустройству. Есть такие программы, которые связаны не с прямой помощью, значит, администрации, а совместным участием в решении каких-то проблем. Доля, которую должны вложить жители, она, конечно, не соизмерима с бюджетной, но она, я думаю, так, что большего эффекта достигнем мы в этом деле, потому что люди сами непосредственно вживую будут принимать участие либо физически, либо какими-нибудь финансовыми средствами, и они будут более бережно относиться к тому, что мы получаем. Роман Александрович, ну, подводя итоги, что бы хотели сказать вот на ту тему, которую мы с вами сегодня говорили, о благоустройстве района, ну, и, может быть, какие первостепенные задачи стоят перед районом сейчас? Ну, я хотел бы сказать про благоустройство. Думаю, мы уже, в принципе, практически все проговорили, да, а когда говорили о проекте «Мой дом», не затронули программу ГИС ЖКХ, хотелось бы о ней прямо вкратце сказать. Да, это очень удобный инструмент, те, кто был на проекте, они знают об этом, и я призываю всех жителей района подключаться через госуслуги к программе ГИС ЖКХ. Много преимуществ в этой программе – это и голосование внутридомовое, да, это и оплата услуг, и много-много еще разных преимуществ, о которых в рамках программы… Онлайн-сервисов. Да, онлайн-сервисов, да, в рамках программы, наверное, не успеем рассказать, но это очень удобно. И, кроме того, мы понимаем, что не все у нас являются активными пользователями компьютеров. Для этого созданы ресурсные центры на территории района, у нас их два, на Некрасовской 62 и на Фрунзе 67-69. Мы приглашаем всех туда, чтобы… Кто не смог самостоятельно подключиться и овладеть этой программой, приглашаем всех туда, там наши специалисты помогут и подключиться, и показать все преимущества, чтобы жители уже активно пользовались этим сервисом. Спасибо огромное за участие. Это была программа «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили мои эксперты, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok «Совет моего рøre» «Совет моего away» «Совет моего дома». Субтитры создавал DimaTorzok